на преимущественно интенсивный путь развития. И учитывая, что не все намеченные рубежи минувшей пятилетки нами достигнуты, мы сосредоточим усилия на более рациональном использовании производственного потенциала, на дальнейшем ускорении научно-технического прогресса, что, несомненно, позволит существенно повысить производительность труда и качество работы. С этой целью первостепенное значение придается применению программно-целевого метода планирования, укреплению опытно-производственной базы науки, усилению режима экономии хозрасчета. В отчетном докладе совершенно правильно отмечена особая важность дальнейшего развития тяжелой индустрии и прежде всего ее базовых отраслей, существенного обновления производственных мощностей, разработки и осуществления продовольственной программы, а также, как вы помните, подчеркнуть тезис о необходимости ужесточить требования к плановой дисциплине. Мы осознаем меру своей ответственности за выполнение планов, в то же время необходимо решительно повысить требовательность, особенно к плановым органам, министерствам и ведомствам, за обоснованность, сбалансированность, то есть за реальность планов. Ведь не секрет, что минувшие пятилетки в этом деле имелись у нас существенные неувязки, вследствие чего нарушался ритм производственной деятельности ряда предприятий, несвоевременно вводились отдельные мощности. На некоторых крупных стройках допускались также просчеты в обеспечении трудящейся жильем с другими объектами социально-культурного и бытового назначения. Товарищи, всем понятно, что осуществление выдвинутой съездом грандиозной программы потребует больших усилий партии народа, потребует бескомпромиссной борьбы с недостатками, повышения исполнительской дисциплины, дальнейшего совершенствования всей нашей организаторской идеологической работы. Поэтому мы будем впредь развивать активность первичных партийных организаций, совершенствовать стили методы работы партийных комитетов, настойчиво прививать всем работникам высокую политическую культуру. Товарищи, отчетный период, как убедительно показано в докладе, ознаменован активной целеустремленной внешнеполитической деятельностью Центрального комитета КПСС. Минувшие годы с новой силой показали, что для нашей партии нет выше заботы, чем предотвратить мировой термоядерный конфликт, обеспечить условия для мирного созидательного труда советских людей. Это хорошо знает и высоко ценит наш народ, наши друзья и союзники, все честные и трезвомыслящие люди на земле. Это знают, конечно, и те, кто распространяет гнуснейшую ложь, пришло вот и миф о советской военной угрозе, кто раздувает одну за другой истерические антисоветские антикоммунистические кампании, кто навязывает миру безудержную гордку вооружений. Озабоченность и возмущение советских людей вызывают безответственные выпады против нашей страны официальных лиц из Вашингтона, цинично заявляющих, что есть вещи поважнее, чем мир. Все человечество видит, что этому авантюристическому, опасному курсу, продиктованному претензиями на мировое господство, Центральный комитет нашей партии, Советское государство, братские социалистические страны противопоставляют твердость и выдержку последовательную конструктивную политику мирного сосуществования, делового и равноправного сотрудничества. Делегаты съезда, коммунисты, весь наш советский народ, несомненно, единодушно поддержат новые мирные инициативы по широкому кругу вопросов, как политического, так и военного характера, изложенные сегодня Лилиичом Брежневу в отчетном докладе. Товарищи, перед лицом активизации наиболее реакционных милитаристских сил, серьезной угрозой делу мира безопасности особенно возрастает значение единства и принципиально интернационалистской позиции братских социалистических стран, коммунистических и рабочих партий. История, законы классовой борьбы со всей убедительно учат, что любые попытки отмежеваться от опыта реального социализма, поставить под сомнение интернациональный характер ленинизма, неизбежно приводят к потере классовой ориентации и в конечном итоге наносят огромный ущерб народу своей страны, мировому революционному процессу и делу борьбы за мир. Учитывая, что империалисты всячески нагнетают международную напряженность, наращивают идеологические диверсии для подрыва социализма изнутри, свою важнейшую задачу мы видим в том, чтобы и впредь усиливать интернационалистскую закалку наших людей, прежде всего молодежи, упорным трудом крепить экономическую и оборонную мощь Союза Советских Социалистических Республик. Завоевание социализма, священные рубежи советской отчизны надежно охраняет наши доблестные вооруженные силы и органы государственной безопасности, о чем столь справедливо и ярко сказал сегодня в отчетном докладе Леонид Ильич Брежнев. Мы и впредь будем беречь, как зеницу ока, нерушимую дружбу, священное единство всех наций, народностей и страны, ибо в этой непоколебимой сплоченности, в испытанном руководстве партии, твердой вере в коммунистические идеалы, наша, товарищи, неодолимая сила. Коммунистическая партия Украины была, есть и всегда будет боевым, надежным отрядом КПСС, верной опорой ее Ленинского Центрального Комитета. Коммунисты, народ Советской Украины сделает все для осуществления исторических решений, которые примет 26-й съезд нашей Ленинской партии. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи делегаты, для приветствия 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза во дворец съездов прибыла делегация воинов Советской армии и военного морского флота. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слово предоставляется командиру в ардейской шестиорденоносной моторо-стрелковой дивизии генерал-майора Кузьмина. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие товарищи, позвольте от имени воинов вооруженных сил передать вам, делегатам и гостям 26-го съезда Коммунистической партии Советского Союза Наш боевой привет! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня к этому историческому залу прикованы взоры и внимание всего советского народа и многих миллионов наших друзей за рубежом. Воины вооруженных сил, где бы в эти знаменательные дни они ни находились, на полевых учениях или в океанских походах, в полетах или пограничных нарядах, всюду живут мыслями о съезде родной партии. Они горячо всем сердцем одобряют ее внутреннюю и внешнюю политику. Защитники Родины, как и все советские люди, с огромным интересом и гордостью за великую партию Ленина восприняли отчетный доклад Центрального комитета КПСС, в котором глубоко раскрыты огромные достижения страны и намечены величественные перспективы ее дальнейшего развития. Здесь, на съезде, выражаются самые сокровенные мысли и чаяния советских людей, которые хорошо знают, что не было и нет на земле общественного строя более справедливого, более человечного, чем строй социализма. АПЛОДИСМЕНТЫ Трудящиеся всех континентов воочи убеждаются в том, что планы нашей партии – это планы созидания, планы мира. АПЛОДИСМЕНТЫ Все успехи советского народа связаны с неустанной деятельностью коммунистической партии. Она по-ленински мудро и прозорливо прокладывает путь развития советского общества, по-ленински умело использует великие преимущества социализма, определяет очередные задачи и настойчиво добивается их успешного решения. АПЛОДИСМЕНТЫ С этой высокой трибуны мы выражаем коммунистической партии, ее Центральному комитету, Политбюро ЦК КПСС, во главе с товарищем Леонидом Ильичом Брежневым нашу сыновнюю благодарность и признательность за все, что они сделали и делают для блага народа, для укрепления экономического и оборонного могущества нашей Родины. АПЛОДИСМЕНТЫ Советский народ хорошо помнит Ленинский завет о том, что всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Работа съезда вновь убедительно подтверждает, что партия, следуя генеральным курсам созидания и мира, постоянно заботится об укреплении обороны страны, о надежной защите великих завоеваний социализма. Советских воинов глубоко взволновала высокая оценка, данная Леонидом Ильичом Брежневым вооруженным силам в отчетном докладе ЦК КПСС. Она вдохновляет нас, и мы заверяем делегатов съезда, что армия и флот будут и впредь беззаветно служить своему народу и родной партии. Безграничной верностью идеям партии Ленина, героизмом и мужеством бойцов, командиров и политработников, советские вооруженные силы снискали искреннюю любовь своего народа и признательность всех прогрессивных людей на земле. Воины 80-х годов с законной гордостью служат под боевыми знаменами, овеянными славой легендарных побед. И мы докладываем вам, дорогие товарищи, что боевые традиции армии и флота живут и приумножаются, что нынешнее поколение защитников Родины своим повседневным трудом демонстрирует глубокую преданность родной Ленинской партии и постоянную готовность к защите социалистического Отечества. 26-му съезду КПСС вооруженные силы пришли с новыми успехами в боевой и политической подготовке. Социалистические обязательства в частях и на кораблях выполнены, как всегда, в авангарде борьбы за достижение новых рубежей в совершенствовании боевого мастерства коммунисты и комсомольцы. Армейские, флотские, партийные организации ведут за собой весь личный состав, мобилизуют его на дальнейшее повышение боевой готовности, воспитывают воинов в духе и идейной убежденности, высокой политической бдительности, патриотизма и интернационализма. Советские вооруженные силы по праву называют школой политического, боевого и нравственного воспитания, школой трудолюбия, выдержки и дисциплины. Мы гордимся, что вчерашние солдаты и матросы, прошедшие эту школу, ныне успешно трудятся на важнейших стройках страны в Тюмени и на КАМАЗе, атоммаше и нечерноземье, на БАМе, у заводских станков и атомных реакторов над выполнением заданий новой пятилетки. Командиры, политорганы и партийные организации будут и впредь делать все для того, чтобы воинская служба закаляла и воспитывала советских юношей в духе глубокого понимания своей ответственности за процветание и безопасность социалистической Родины. Воины армии и флота сознают всю сложность современной международной обстановки. Силы угнетения, милитаризма и агрессии, боясь дальнейшего прочей позиций социализма и мира, форсируют гонку вооружений, усиливают подрывные акции против социалистических стран. В своем злобном рвении они не гнушаются никакими средствами, нередко обрецают оружием. Но пусть знают наши враги, что грозное оружие, которое вручила нам Родина, находится в надежных и умелых руках. Ракетчики и мотострелки, танкисты и артиллеристы, авиаторы и моряки мастерски владеют первоклассной техникой, настойчиво учатся действовать в самой сложной боевой обстановке и готовы дать сокрушительный отпор любому агрессору. Дорогие товарищи, все советские воины от солдата до маршала торжественно заверяют 26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, родную Ленинскую партию и героический советский народ в том, что мы всегда на чеку. Плечом к плечу с братьями по классу, воинами стран Варшавского договора, мы впредь будем с честью выполнять свой патриотический и интернациональный долг и защитим от любых посягательств исторические завоевания социализма и мира. Родной коммунистической партии Советского Союза слава! Великому советскому народу, народу-созидателю, слава! 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 Плечи! КОНЕЦ Товарищи делегаты, на этом разрешите вечернее заседание считать закрытым. Следующее заседание съезда состоится завтра в 10 часов утра.